Одни бабушки перелистывают, перелистывают. Разве это возможно у православных? Вот едем дорогой и видим, стоит священник. Видно, что священник с крестом. Ну, рядом оказалась матушка. Я говорю, тормозните, спросите, куда ехать. А ему ехать в Барнаул. Мы посадили, вот 1300 километров провезли. Ну, когда уже сели, маленько начали разговаривать. И оказалось, что он Библию абсолютно не знает. Я ему говорю, а вы Библию читаете? Ну, иногда. Как иногда? А когда в последний раз брали? И он такой кроткий, такой смиренный. Как он взъярился сразу. Это даже вообразить нельзя. Я говорю, ну, вот откройте Галатам. И говорю, вот смотрите, 1 глава, 8 стих. Что написано, 7? Он Галата пыщет среди книг Моисеевых. Искал, искал, Библию ему дали. Он не знает где, нервничает. Проходит 5 минут. Он давай среди маховейских книг искать ее. А оглавление дается только на Ветхий Завет. Оглавление на Новый дается в конце книги-то. Он не знает, где искать. А он совершенно не знает Священное Писание. Совершенно согласен. Эта картина... У вас слишком свет сейчас. У вас какая-то вот очень яркая там... Вы полностью... А, я, Виктор, хотел сказать. Мы каждое утро делаем записи. Ого! Сейчас лучше, сейчас лучше. Но опять-опять свет. Надо свет уменьшить. Маленько. Новый Завет с толкованием просили насчитать. И мы делаем запись в видео. Каждое утро. По полчаса сказали. Больше не надо. Иногда по 2 делаем ролика. И когда будет закончено, мы начнем выставлять. То есть, ну, феофилакты известны. Но главное-то я даю комментарии. Это главное. Главное именно в привлечении, присвоении к себе и к жизни во Христе. Писание, оно неразрывно должно связано быть с нами. Оно должно быть внутри. А у православных оно на полочке стоит. Ну, и на этом все. Вот здесь как раз каждый стих разбирается живо и действенно слово. До разделения души и духа. Это будет очень необычный материал. И будет там роликов солидное число. Я даю очень пространные комментарии на сегодняшний день. Захватывая буквально все. Так что помолите, чтобы нам закончить это. Обязательно. В этом основа всего. То есть, привить у православных любовь к священному писанию. То есть, литургия есть, таинство есть, святое причастие есть, толкование святых есть. Решение вселенских соборов есть, символ веры есть. А вот любви к священному писанию у рядового прихожанина нету. Я спрашиваю, а у вас это отработает? Нет, это... Одну секундочку. Инатий Тихонович, одну секундочку. Сейчас я подойду. Стивен, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он ее остановил. Да, это... Глазок, глазок, я вас не вижу. Мама! Это сын мой Шкоду там делал. У вас, посмотрите, глазок не работает что-то. Мой глазок не работает? Не работает. Включите его. А он включен. Что-то было не так. У вас что-то не так, у меня нормально все. Нормально, значит? Конечно. Ну, не знаю, если я нажму... Нет, 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 это не то. Сейчас. Нет, работает. Интересно. Это у вас-ка. У меня вот мое изображение... Понимаете, вот справа я вижу мое изображение, которое у вас должно быть. У вас немножко яркий свет, очень яркость большая. Я себя вижу тоже, но у вас только одна фотография стоит, больше нету. А потому что она замерзла, у вас замерзла. А почему? Заморозилась. А это от связи зависит, интернетовской. Ну ладно, не имеет значения. Да. Вот это вот самое главное. Мне нравится изречение Мартина Лютера. В мире есть одна книга Библии и одна личность Христос. Вот много... Да, сильно сказано, сильно сказано, согласен. Очень, очень. И к этому все должно быть направлено. А если оно выпадает из вот этого контекста, не связано, то определи, какую стоимость оно имеет. Да, это правильно. Все возрождение церковной жизни нашей, это если народ полюбит Слово Божие. Если он проникнется им. Если он им проникнется, он начнет молиться правильно. Он тогда возопьет к Богу с молитвой покаяния. Тогда Святой Дух будет работать в сердцах человеческих. И Христос простит грехи. Вот тогда действительно народ потянется к Слову Божию и будет жить по нему. А так это все будет мертвое. Так это будет действительно обрядоверие. Это не таинство будет, не действие Святого Духа в сердцах человеческих. Не новая тварь во Христе Иисусе. Не то, о чем писали Иоанн Златоуст, Василий Великий. Там, ну как, такие высокие очень материи. А они, эти высокие материи, они недоступны для, ну, среднего прихожанина. Почему? Да потому что он неправильно, во-первых, вошел в церковь, неправильно крестился. О, корень. А во-вторых, во-вторых, неправильно войдя в церковь, он не знает, где действительно вот благодать Святого Духа. Много говорят благодать Святого Духа. Вот каждый, вот откройте интернет, православный, благодать Святого Духа. А на самом-то деле спроси у любого. Там Ветхий Завет, там страх, понимаете? Там страх. Аллилуйя. Там молиться только можно по-церковно-славянски. Они не понимают, что можно иметь живую связь с Богом, и неважно, на каком языке ты молишься. Они не понимают, что нужно понимать слова молитвы. А церковно-славянский язык, это просто, вот, знаете, превратился в какой-то магизм. То есть все зависит от букв, от какого-то священного языка. Понимаете? Славянский язык, это не священный, это церковный язык. Да, он красивый, он поэтичный, но не это самое главное. Главное, Христос, который присутствует за словами молитвы. И он может присутствовать за словами молитвы по-русски, тут по-английски. Все понятно всем православным американцам. И нет войны за древний какой-то английский, понимаете? То же самое французы, румыны. Там все понятно, понимаете? Почему именно они сделали его церковно-славянским такое? Ну вот еще есть такая проблема в Грузии, в Греции такая. Вот там в Греции, по-моему, вышел митрополит, начал по-современному греческому читать. И там сразу шум такой, что там чуть ли ты еретик такой. А знаете почему это? Потому что люди не понимают, что главное, главное, это не языковая какая-то форма, а Христос, который стоит за буквой, за словом. То есть они не понимают слова Евангелия, что буква убивает, а Дух животворит. Вот в этом-то вся суть. А как сделать, чтобы люди поняли, только Бог может сделать? Ну, конечно, один путь это обличать, как вы делаете, это правильно. То есть нужно обличение. А второе, это просто проповеди, пример. А порой я даже не знаю, просто такая слепота. Ну, поражайся, но как же пробудить действительно Дух человеческий, как пробудить? Это порой даже, ну, загадка. Освещает вот это, брать. Тут вот какое дело-то. Слова должны касаться вершины разума, переходить на сердце и переходить на руки. Вот три меры муки, которые женщина взяв, положила в ней закваску и все вскисло. У православных этого нет, и поэтому ничего не вскисает. Оно в уши не входит, а входит непонятное. Ну, просто барабанный бой, они этого не знают. Господь-то говорил, понимаете ли, непрестанно, как считаете, как слышите? Православным нельзя этого задавать. И хотя Господь говорил, что говорят они, слушайте, а по делам не поступайте. Сегодня это не срабатывает, сегодня нельзя поступать по словам их. Они лгут, они вообще не понимают. Вот это нужно сказать, ну и сказали, а дальше что? Ты понял, о чем речь? Спрашиваю, не понимают. Кандидат богословских наук, окончивший духовную академию. День Троицы. Мы берем канон, и сидят эти знатоки, до обеда одну страницу переводят. Настолько все сложно, да, Вихиевато, да, красиво, да, но это на уровне забавного гуслица, больше никак. Ничего не понимают. Вот я в Грузии был, а там в Тбилиси крестик мой, еврей, Наум Израилевич. И как раз и Тургея была, он только увидел меня в алтарь, но я чтец, имею право входа. Вот. И сразу вышел, народу представил, вот мой духовный отец приехал, я у него обратился, стал православным. И он меня крестил, я его, вот мой крестный там, ну и прочее. И дальше я вышел, переводчик. И через переводчика по одному предложению и стал говорить народу. Жажда в народе есть, но не коснуться монашества я не могу. Я коснулся, теперь позавчера звонит и говорит, как они там эти монахи-то, а возразить ничего не могут. Потому что я цитирую Священное Писание. А монах другой стоит там, 20 лет он был в монастыре, и стоит и все время вот так вот качается, как у стены плащ. Я говорю, а что он качается-то? Он же не еврей. А он в монастыре был, говорит, он совсем как потерянный. Вот это абсолютно беспрекословное подчинение, отключение разума и превращает людей в манкуртов. Это насаждение хулы на Дух Святой. Они прям рядом где-то с этим ходят. Вы знаете, что я узнал, извиняюсь, вас перебиваю, что в Грузии вот эта православная Библия, это не современный грузинский язык и даже не старогрузинский, как у нас синодальная Библия, там старорусский. А эта смесь древнегрузинского со старогрузинским и вот рядовому грузину, понятно, только 70%. Может быть там понимаемость больше, чем наша понимаемость славянской Библии. Но до сих пор нету вот аналога нашего синодального перевода. Я был потрясен просто. Это мне один из верующих грузинских сказал. Более того, протестанты перевели в Столкгольме грузинскую Библию на современный язык. И его не признали. Ну, по разным соображениям. Вот. И спрашивается, а почему же не сделать какой-то доступный перевод, как синодальная Библия, чтобы люди изучали священное писание. Вот. Это же то, что нас учат святые отцы. Вот такая интересная картина. Это вот в Грузии такая вот вещь есть. Я не знал даже. Это единственная страна, по-моему, православная, где нету перевода на понятный язык. Вот. Ну, в Греции есть, в Сербии есть. Ну, всех этих традиционных православных странах. Я уже не говорю за Румынию. Вот. А в Грузии именно перевод, перевода такого на, ну, скажем так, на понятный грузинский язык полностью нету. Ну, и вот я спрашиваю, ну, а если человек приводит, приходит в церковь, сколько он поймет? Ну, если он походит, он будет, ну, понимать процентов 70 и так далее. Ну, такая картина. Такого не должно быть. Не больше 7 процентов. Это обман. Никаких 70 процентов нету. Это нету. Это невозможно. Даже если ты в предложении из пяти слов одно слово не понимаешь, ты вообще ничего не понял. Тем более, когда это нараспев, когда ревет стоит, когда толпа, одно на другое, да еще поют, ничего они не понимают. Даже 7 процентов нету. Это только разговор. Когда знающий считает книгу, тогда дома один в тишине, он возвращается, словарь возьмет. Тут может подогнать к 70. А там нет. Нет. Вот у меня брат, протееря отец Аким. В русской православной церкви, в Москве, в монастыре. Там, допустим, Данилу. Встаю, говорит, я не могу понять, какое место считают. Вышел Евангелие читать. Я после говорю священнику. Ну почему он так ревет и неизвестно что. Он бого-бого-бого-бого так. Да еще раз дается, эхо, такая акустика. Я ему говорил, ну говорил, так убери его отсюда. А его не уберешь. Так зачем он нужен-то? Народ стоит, это магизм. Магизм непонятного слова. Это у Достоевского есть, он читает французскую газету. Он подошел, а ты понимаешь, он говорит, а когда понимаешь, какой интерес читать? понимаете начальные молитвы они понятны, если ты постоянно этот текст читаешь но тут речь идет о новоначальных о людях, которые приходят в церковь понимаете хотя бы взять литургию оглашенных но эта литургия точно должна быть на русском на понятном языке литургия верных это еще так вот ну ситуация с этим церковно-славянским языком конечно она очень-очень расстраивает потому что во-первых, Библия должна читаться абсолютно на понятном потому что Библия для оглашения для оглашения то есть, чтобы люди огласили Словом Божиим чтобы Слово Божие проникло в сердце людей а как же оно проникнет когда его не понимают это слова апостола Павла, это не мои мысли это апостол Павел говорит помните? что лучше 5 слов на понятном будет чем уйма слов на непонятном это первое второе, люди должны понимать что они молятся вот я был когда-то у пиесятников и вот эти моления на языках это Вавилон они не понимают ни вот этот лепет ни эти звуки, которые они произносят и вот эта непонимаемость вот это вот это действительно магизм получается, медиумизм такой шаманство оно носит часто характер вот даже отец Олег Стеняев мне мы с ним часто по скайпу переговоримся он мне одно видео показал это действительно превращается в настоящий сатанизм то есть люди в этих молитвах они прославляют дьявола вы понимаете, к чему вот этот вот магизм это непонимаемость к чему она приводит когда ум действительно без плода остается то есть это нарушение прямое нарушение слов Библии и когда эти слова приводишь людям что давайте, ну ладно славянский оставим ну давайте параллельно ну для новоначальных чтобы было на русском нет, и это не надо понимаете, вот такой тоталитаризм только все на славянском и даже слова ну некоторые говорят ну может мы слова некоторые там поменяем уже многие с этим согласны что надо адаптировать нет, вот это священный текст его трогать не надо но это ересь это ересь четырех язычия самое натуральное самое натуральное вот если мы читаем житие Кирилла и Мефодия это одно к одному понимаете? да, да, да я об этом и говорю так, вот когда говорим главное-то упор всегда делать именно на нас в сравнении со всеми мы не такие а сколько снобизма ой-ой-ой вот у нас мы знаем а мы ничего не знаем если не знаем священное писание в любом вопросе вот обращаются даже я вот смотрю Осипов там Смирнов отвечают совершенно не интересуясь тем что говорится в Библии где-то правильно говорит а где-то неправильно и опровергать его а что опровергать когда не по писанию то опровергать но не по писанию то есть против писания не просто писание умолчало об этом ясно четко писание говорит прах ты и в прах возвратишься вот один из моментов ну и все вопрос снят с мощами все остальное язычество и шаманство трупа поклонства да как вы трупом называете ну где труп там соберутся орлы трупом бог господь сам себя назвал а дальше считаем 12 глава откровения говорит убьет их и трупы бросит на стогнах города так если трупом еноха и Илии то почему у Серафима Саровска это будет не труп а что-то другое что оно по другому благоухает они боятся даже слов а святые запрещают подменой слов заниматься это трупа поклонства выкапывания господь говорит оставьте мертвецам хоронить мертвецов но даже Христос как будто до этого не додумался он говорит мне на ум не приходило написано что откапывайте мертвецов разрезайте расчленяйте фаршируйте заталкивайте в платы заталкивайте в иконы там мощевики разное безумие вы знаете мне одно видео я сейчас немножко поменяю тему очень понравилось насчет вот поминовения вот эти заказывают панихиды понимаете это превратилось в такой магизм в такое антихристианство и вы очень хорошо говорите что да этот человек уже давно в аду а его стоят там и за деньги отпивают понимаете вот это действительно вот это проблема что вот я один сайт нашел на святой земле могу вам ссылочку дать значит за упокой там 25 долларов значит можно чеками такими-то присылать и все понимаете ну индульгенции 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 да вот эти индульгенции которые Мартин Лютер осудил и которые католики кстати тоже осудили взять вот второй Ватиканский собор ну который прошел они пытаются отойти от многих заблуждений если так сказать вот вот по тем документам пытаются больше на Библию ссылаться я не знаю как ваше мнение но вот у меня сложилось такое они перевели богослужение на понятный язык Библии больше внимания а вот тут получается что вот православный сайт вот ну молебен можно заказывать панихиду там и это вот на официальном сайте стоит святой земли я вот нашел там видео стоит в новостях причем это вот рекланируется и так далее это святотатство потому что ну как можно купить благодать как можно читать панихиду по человеку который вел нечестивый образ жизни матерился блудил прелюбодействовал вот хулил Бога наверное когда советская власть была а потом он наверное уже стал этим знаете якобы православным вот теперь я православный образ жизни не поменялся понимаете он как матерился так и матерится он как злился так и злится вот он как и жил в похоти в гневе ничего же не поменялось они не могут понять что главное действительно это рождение свыше во первых уверование первое условие читайте Феофана Затворника уверование покаяние в грехах когда Дух Святой обличит совесть человека человек скажет я грешник третье он признает что Христос умер за него на кресте голгофском об этом говорит нам Святая Библия это не баптисты проповедуют Христос умер за каждого Он наш Господь и Спаситель и принять Христа в сердце опять таки это выражение не протестантское не говорят вот ты как баптист говоришь да нет я процитировал Библию принявшие Христа просто Библию не читают вы понимаете все эти это все баптисты откуда берут эти выражения из Библии но это говорю плюс баптистов потому что они читают Библию они цитируют Библию а вы показываете свое невежество потому что вы говорите что это протестантизм это не протестантизм это библиизм это написано в Библии он должен принять Христа он должен принять Христа и уже третий уподобится ему то есть смириться и вот эти условия без этих условий нету рождения свыше нету воцерковления нету входа в церковь и конечно принять крещение по канонам, с тройкратным погружением и стать новой тварью. Без этого ничего не будет. Ничего не будет. Действительно. Это да и аминь. То есть будет вот это вот просто стояние на литургии, вычитывание, вычитали вот два часа, там вычитают, вычитают, исповедовались, получили вот это вот, знаете, разрешение. Ну ты постилась, постилась, всё, можешь принимать причастие. А на самом-то деле Христа-то нету, нету причастия. На самом-то деле. То же самое с крещением. Вот у вас видео там старое есть, у вас там в Барнаульском храме, как там всех подряд там помочили, значит, крестили, следующий давай, помочили лоб, следующее. Вот. А вот это, вы не наблюдали вот в больших храмах в Москве, как исповеди, подходит, он накрывает, там что-то прошептал, раз, следующее. И вот стоит очередь там, он всех исповедует. Это же святотатство. И это я наблюдал не в одном храме. Понимаете? А всё это надо поменять. Всё это надо поменять. Поменять вообще устой церковной жизни, восстановить авторитет Писания. Библию должны изучать и до литургии, и после литургии. Без оглашения вообще не крестить. И крестить тех, кто родился свыше. Прежде всего. Не обязательно они там прошли на какие-то лекции катехизации. А действительно, священник должен, этот человек, он готов принять крещение? Он будет ходить в церковь? Он принял Христа или нет? Вот как должно быть. Вот то, что, собственно говоря, у баптистов есть. Они не крестят просто так. Попробуйте креститься, особенно у отделённых, у советцерквей, да, баптистов. Никто вас близко даже не подпустит там, понимаете? Во-первых, вы собеседование с пастором проходите там, с пресс-фитером. Во-вторых, вам они задают вопросы по Библии. Он говорит, нет, этот человек не готов. Этот человек не готов. Во-первых, он не покаялся, в нём веры нету. Я вон, когда был на Пухово, знаете, церковь такая была. Она автономная. Они были советцерквей в Киеве. Знаете, Пухово церковь, да, такая? Нет, я не был. Пуховская. Большая там церковь. И вот люди хотели просто прийти, а их не крестили. Понимаете? Их не крестили. Им дали Библию, подарили Библию. Вот ты, браток, приходи, мы тут собеседование с крещами проходим. Приходи. Его нету. А человек не приходит на беседы с крещами. Ну, конечно, такой человек, он не заинтересован. Понимаете? Такой человек не заинтересован. И правильно, они не крестили. Вот так нужно сделать в православной церкви. Понимаете? Нужно поставить этот барьер. Нужно, вы правильно сказали, нужно прекратить строительство этих дорогих храмов громадных. А построить миссионерские школы. Выпустить новые заветы с толкованиями святых отцов. Библии с толкованиями святых отцов. Создать мощную катехизаторскую школу. А ведь наш священник, который семинарию кончает, он вообще не знает, что такое катехизаторство. Это патриарх Кирилл начал недавно об этом говорить. Молодец. Он начал об этом говорить. Вроде бы какое-то сейчас оглашение, минимум трехмесячное входит. Это хорошо, что он начал. Но это вообще отсутствовало. Вот тут в зарубежье, в Америке, да? Этого нет, они потеряли поколение. Это мне митрополит Эларион сказал. Мы потеряли поколение из-за того, что мы не делали то, чему нас учат святые отцы. Понимаете? Потому что мы крестили людей неготовых. Мы людей правильно не воцерковляли. А что значит правильно не воцерковляли? Человека не было. Не было вот этого рождения Духа Святаго. Не было привита любовь к священному Писанию. Понимаете? Не было живого Богообщения. Не было привыто любовь к Библии. И человек просто жил в этом псевдоправославии, я бы сказал. Что такое псевдоправославие? Это православие безблагодатное. Православие, где нету таинства, где нету действия Божия, Духа Святого в сердцах людей. Когда будет Дух Святой действовать? Когда будет борьба со страстями, борьба со грехом. Когда будет вера во Христа, настоящая вера. Понимаете? Когда будет любовь к Слову Божию. Если человек не любит Слово Божие, Слово самого Бога, ну, конечно, он в него не верит, он ему не доверяет. А без этого ничего не будет. Абсолютно верно. Я согласен. Вы понравились православие. Вы даете пример. Вы даете, вот я пересмотрел все ваши старые. Затоузы из Потеряевки. Потом Глаз вопиющего. Очень понравилось. Очень понравилось. Вот именно надо, надо действительно обличать и ломать вот это старое. Надо действительно показать. Понимаете? Потому что действительно Слово Божие обличает людей. Вот знаете, митрополит Владимир Сабадан недавно сказал, что не надо запрещать аборты. Вы не слышали это, нет? Нет, не слышал. Скандальное. Не слышали, нет? Нет, не слышал. Алло, не слышно вас? Я говорю, не слышал, не слышал. Не слышно. О, сейчас слышно, да, сейчас слышно. Да. Сейчас слышно, да. Вы слышали его заявление, митрополита Киевского Сабадана, нет? Нет, не слышал. Нет, не слышал. Но он сказал, что запрещать аборты не надо, потому что женщины так или иначе будут совершать аборты. Не слышали, нет? Нет, это узаконено убийство, больше ничто. Ну, правильно. Так действительно, ну как может такое сказать митрополит? Ну, а как сейчас постановили они, что удавленников и других самоубийц отпевать официально признали? Да. А вот я даже слышал, вот Япончик, знаете, был такой мафиози? Япончик. Да, Япончик. И его, значит, его отпевали со всеми почестями. Этот Япончик давно уже в аду находится, понимаете? Да. Сколько он людей убил, ограбил, понимаете? А его отпевали со всеми почестями. Вот. Да, я смотрел на интернете, там показывали. Понимаете? Это святотатство. Это святотатство. Я спросить хотел, вы когда пришли в православие? Ну, это долгий путь. Именно год, 95-й. Год, год, год. 95-й, 95-й. Вот смотрите, за это время, 95-й, 5-й, это получается у вас 13 лет? Ну, ну, нет. 13, 18. Да, 18 лет. 18 лет. И вы в себе сохранили вот этот огонь духа. Ну, и к вам отношение-то не такое, наверное, даже к тем, которые пьют, курят, но они свои ничего не проповедуют. И так? Понимаете, ситуация немножко сложнее тут. Это зависит, ну, от людей. Вот, конкретно от людей. Есть люди, которые понимают, которые хотят понять. А есть люди, которые вот с подозрениями действительно относятся. Вот я, например, пришел в один храм, там работы никакой не ведется с людьми. Вот. И я говорю, а почему, ну, катехизацией тут не занимаются? Почему? Священник просто не может меня понять, о чем я говорю, понимаете? Ну, да. Это зависит конкретно от чего. Вот как человек сформировал себя, понимаете, свой ум, своей жизнью, как Господь на него подействовал, так он и будет реагировать. Ну, конечно, то, что я пытаюсь сказать, вы меня-то понимаете, вы прошли это, можно сказать, полностью вот на себе. А люди, в основном, они не понимают. Они не понимают, например, до конца термин вот рождение свыше. Они не могут понять глубину и значение вот этого термина. О чем говорит Библия? Да без этого вообще ничего не может. Помните, когда Христос беседует с Никодимом? Вообще без рождения свыше вообще ни церковь не имеет смысла, ни Библия не имеет смысла, ни церковная жизнь. Тут нужно действительно родиться свыше. Как, помните, в отверженных Жан-Вальжан, помните там, когда он обратил? Да. Вот это рождение свыше. Когда он стоял на коленях у двери епископа и плакал всю ночь. Когда Святой Дух так его обличил, что он полностью поменялся. Это люди его не узнавали. Понимаете? Когда он сделался из зверя в кроткого агнца. Жан-Вальжан, это один из таких классических вот примеров, вот из отверженных. Я очень люблю этот вот, первая глава, помните, епископ там есть. Очень, очень сильно написано. Очень сильно. Вот. Ну, это основа основ. И вот через именно призму, вот эту, понимание, что такое рождение свыше, нам открывается это ключ к пониманию, собственно, Евангелия. Потому что Библия это книга об Иисусе Христе. Кстати, это Александр Мень, отец сказал. Библия это книга об Иисусе Христе. Очень правильно. Сейчас какой-то писатель, Кирилл Серебрянский, запишите его. Сейчас, одну секунду. Сейчас, одну секундочку. Так, Кирилл Серебрянский, да? Да, как будто Серебрянский, так, в интернет зарезает. Он про меня там много написал, как я обратился через образ Жана-Вальжана, епископ Евеню. Он взял там из моих книг где-то все, но так широко, глубоко копнул эпоху Наполеона, но интересно написал. А я его не встречал и не знаю, даже не разговаривал с ним. Интересно. Да, он. В интернете... Отец, это священник, да? Нет, это писатель. Какой? Писатель какой-то. А потом один там написал в интернет зарядительстве «Великое путешествие Игнатия Лапкина». Великое путешествие Игнатия Лапкина. Прямо в интернете, оно сразу нас выйдет. Это один председатель журналистов Алтайского края был здесь, и он написал. И вот он самую, как раз эпоху Наполеона, он недавно книгу выпустил, эпоху Наполеона, и дарственную надпись сделал, что книга эта появилась не без вашего влияния. Интересно. Людям, когда вам, я говорю, вы написали то, что сегодня архиереи не говорят, что вся задача в том, чтобы людям дать прикоснуться к кризису Христова. Они не знают слов Христа, они никогда не сидели рядом с ним. У них душа не тоскует, потому что потеряли его или не потеряли, а даже не знали. Они не знают этого. У них нет навыка молиться, общения. Вот у меня в домах, а ребята работают где-то во дворе, проходят сейчас, они заглядывают, а давно молились. Только сейчас. Давайте помолимся еще. Не менее семи раз в день встать на молитву. Они не знают этого. Я говорю, ну вы хоть один раз испытайте на месяц. В течение месяца не менее семи раз. Это одно моление, это семь минут. Это три святые и сто поклонов. Поклоны не просто поклоны, а с просьбами, с прославлением, с благодарением. Ну у нас в интернете это все найдете. Так, я уже отхожу сейчас. Хорошо, ладно, не буду вас задерживать. Очень рад. Вы теперь в это время, как выходили, в это время и приходите. Да, значит я в четверг, у меня пятница, среда, вот они меняются. Но это вечернее время, среда или пятница. Какое сейчас? Какое сейчас? У меня 9.41 вечера. А у нас утра без 20, а сейчас посмотрю, у нас 8.41. У меня 9.41, ага, понятно. А что-то разница какая? 11 часов, да? 11 часов. У вас 8.41, понятно. Вы зайдите сейчас здесь, у меня стоит там в папке, кажется, патриархия или патриархийные священники, какой указ от Илариона вышел на нас. И как местный епископ претендует на обладание нами. И что это, об этом я комментирую. А вкратце можете сказать, что там за указ был, что какая там... А вы там вот зайдете, увидите этот указ и прочитаете его. Оно так и называется, указ. Этот ролик называется указ. Вы можете эту ссылку переслать сейчас? Или у вас на вашем канале это есть? На моем, не на канале, а вот здесь в Mail.ru. Уже поставил я ночь сегодня. Я ночь сегодня не спал. Mail.ru. Это Mail.ru Игнатий Лапкин, да? Да. Или на форуме Игнатий Лапкин. Вы там найдете. Просто зарядите указ. Или зайдите там... Ну, прямо в первых строчках. В первых строчках. Там... Я сейчас скажу даже, как это называется-то. На русском языке. Голубь. Послание апостола. Православная деревня. Пятибелий. Так. Ну, где-то вот здесь вот. А! Священники Потеряевки были. Вот так. Священники Потеряевки. И вот как раз... Тут у него два указа. Два указа. Он рассуждает с нами, как будто мы под ним уже. До того интересно, смешно даже. Его кто-то надоумел. Так, хорошо. Отключайте первый. Да, ладно. Спасибо, Христос. Я сердечно благодарю вас, Виктор. Вас тоже. Спасибо, Христос. Спасибо. Я так рад просто... Я считаю, что это ответ от Бога. У меня глазок все время замотанный. Все время. Потому что, ну, переговорил с кем-то. А сегодня с утра я его распечатал. Это раскрыл. И вот вы вышли. Да. А я вот Кистиному Православию недавно читал. Мне так это помогает, эта книга. Кистиному вашу книгу, Кистиному Православию. Да. Там столько вообще цитат и... Она у вас книга, книга в книге или... Нет. Вот если был. Бумажного варианта нет. Все с вашего... Хорошо, слушай, давай адрес свой точный. Я вам пошлю трехтомник и Кистиному Православию. Это придется два пакета сделать. И для слова Божия нет уз. Это того стоит. Ага. Я вам на скайп мой вышлю, да, адрес или как? Нет. Вы в мейл.ру на меня выйдете и скиньте мне свой адрес. Точный. Со всеми данными. Хорошо, ладно. Все. Хорошо. Все, спасибо. До свидания. Все, я отключаю. Это Господь сделал так. Просто насколько это удивительно. Этот человек пришел из сектантов, из баптистов. Вот это очень удивительно. Обычно, когда люди приходят из сектантов, то проходит какое-то время, их настолько измурыжит, что он уже забывает все и делается робким, забитым и боится, как бы его не упрекнули. Сектантов он молчит, свечки зажигает, а у этого огонь какой горит. Это очень, очень редкий случай. Скажите, откуда он? А? Откуда, скажите? Из Америки, там звонит из США. Вот познакомилась там в интернете, мои книги нашел. Помогает. Я скажу, что послали ему. Слава Иисусу Христу. Уходят.